3,5 километра в открытой воде. Ульяновские любители холодового плавания покорили Волгу. Для чего и зачем, выяснял Михаил Рассашанский. Две недели назад через пролив Босфор в Стамбуле, теперь через Волгу в районе Императорского моста в Ульяновске. Татьяна Черкасова, еще студентка, загадала желание покорить Великую Русскую. Конечно, я жду новых ощущений от этого маршрута, пройденного не на автобусе, не на машине, а на собственных руках и ногах. Вместе с Черкасовой, преодолеть 3,5 водных километра, отважились почти 30 представителей Ульяновской ассоциации холодового плавания. По спортивным меркам дистанция небольшая, но в противовес тепличным условиям два серьезных препятствия. Первое – это очень большая волна, она больше была, чем в том году. И второе – это низкая температура воды. Разогревающая мазь – самое востребованное средство на разминки. Ее наносят на руки, ноги, на спину. Но некоторым этого недостаточно, и они принимают на грудь пару ложек рыбьего жира. Чтобы раки не съели. Ну, начитался я когда-то, что плавцы, которые в них хотят замерзнуть, перед стартом, ну, может быть, чуть пораньше, да, пару ложек рыбьего жира выпивают. Хороший аккумулятор хорошо греет потом. Безопасности участников – главное внимание. У каждого пустая пятилитровая бутыль. Ее привязывают к поясу, и получается что-то вроде поплавка. Чтобы было видно спасателям, где мы находимся в течении дистанции. Я – Нептун, царь морской и речной. Благословляю всех на переплытие реки Волга. Только в начале пути водная поверхность гладкая, почти как зеркало. Но на середине дистанции волнение достигает своего апогея. Группа растянулась на несколько сот метров. Уже есть лидеры и отстающие. На середине Волги большая была волна. Я сейчас утихлю. Плыть хорошо. Через час после старта лидеры заплыва достигают противоположного берега. Здесь их встречают родные и близкие. Первый раз вообще переплываю. И всегда плываю только в прозрачной воде. И поэтому поплываю без очков, чтобы преодолеть вот этот вот страх. Но не ради результата, а ради здорового образа жизни. Это девиз заплывов через Волгу. По традиции в этом году старт посвятили Дню военно-морского флота России и открытию Олимпиады в Лондоне. Самое тяжелое, что было – это не потерять равновесие внутри себя. Да приятнее, когда плывешь, а над головой небо. Нет, все здорово. В завершении пересчет участников. Как и планировали, количество тех, кто финишировал, совпало с количеством стартовавших. Михаил Русашанский, Олег Тоньшин. Главные новости.